Человек все-таки состоит из души и тел, и какие-то изменения в природе производят какие-то, естественно, психосоматические воздействия происходят на человека. В общем-то, мы должны понимать, что природа уныния, она все-таки шире, и святые отцы считали уныние одним из техчайших недугов души, потому что, совершив грех, любой грех, человек может восстать, может покаяться, может обратиться, может встать и пойти дальше. А вот уныние – это то состояние, которое сковывает человека по рукам и ногам и не дает двигаться, не дает встать, и потому оно так опасно, и потому так, в общем-то, мы серьезно должны с этим чувством бороться. Мне кажется, большинство причин, по которым уныние охватывает нас, это все-таки заключается в том, что мы очень часто обращены только на себя. У митрополита Антония Сурожского есть хороший совет. По-моему, он говорил о том, что когда его посвящает ленность, праздность, ну что, в общем-то, сродни унынию, он просто брал тряпку и начинал протирать стены, двери, то есть что-то делать руками, трудиться как-то, ни в коем случае не надо, нельзя позволять себе просто лечь и предаться этому чувству, этому состоянию. Нужно двигаться. И может быть, это действительно добрый практический совет. Нам нужно выйти из своей скруппы, из своего эгоцентризма, к которому, может быть, жизнь нас подталкивает, но, точнее, неправильная реакция наша на окружающий мир, на окружающую жизнь. Опять же, у митрополита Антония есть очень, по-моему, меткий образ. Вот кораллы – это уже живые существа, и панцирь на них растет постепенно, как защита от внешней среды, от какой-то внешней агрессии. Но, в конце концов, этот живой организм полностью этот панцирь закрывает, и коралл умирает, как живое существо. Остается один панцирь. Вот точно так же происходит и с нами, когда мы пытаемся защититься от всего в этом мире, когда наша реакция только оборонительная. Когда мы хотим закрыться и никого не видеть и ничего не слышать. Когда мы хотим утвердиться в своей самодостаточности. Постепенно, конечно же, мы становимся все защищеннее и защищеннее. У нас все тяжелее чем-то ранить. Но на самом деле, внутренне мы умираем. Человек задуман Богом, сотворен Богом для любви, для общения. И человек может вырасти в свою меру. Стать таким, каким его Бог задумал. Только в общении. В общении с Богом и с ближними своими. И с другими людьми. Человек социален. И как личность человек может раскрыться только в общении. В отречении от себя, от своего «я». От своего эгоизма. Только этим путем мы можем вырасти в меру возраста Христова. Как пишет об этом апостол Павел. Но это путь через крест, через страдания, через ранимость. Такая открытость. Другого пути нет. Другого пути нет.